Ну здравствуйте, здравствуйте дорогие друзья, я рад видеть вас всех на канале The Best Game и у нас The Long Dark продолжение. Прибыли мы на турбазу, вернее, если быть точнее, в администрацию турбазы, мы голодны, мы хотим пить, ну тащим-то это не проблема. Не, стоп, вот так вот надо делать. Попьем водички, сейчас что-нибудь сожрем обязательно, не будем доводить нашего героя до белого коленя. Во, злаковый батончик, правда заплесневелый, но ничего страшного. А вот теперь, а вот теперь, друзья, а вот теперь мы пошаримся, посмотрим, что у нас здесь есть интересного. А интересного здесь должно быть много. Обязательно заглянуть под кровать, все непременно. Тут может быть что-нибудь полезное. Газету возьмем, на растопочку пойдет вполне. Ящичек можно будет разломать на дровишечки. Пусто, пусто. Спортивный жилет возьмем, посмотрим, что он из себя представляет. В качестве одежды его использовать можно. Я видел какую-то надпись. Что-то мелькнуло, ребят. Полка, понятно. Все, полка. Еще темно, как, блин, в одном месте. Нельзя сейчас такие слова, правда, в интернетах произносить. Ну, я думаю, вы догадываетесь, что я хотел сказать. Мужичка мы осмотрели. Давайте, наверное, на тряпки все-таки порвем. Оно нам пригодится, оно лишним точно не будет. Ну и теперь идем вниз, где самые ништяки должны лежать, судя по всему. Бежать мы все равно не можем, мы перегружены, да? Пусто. Пусто. Что-то, что-то, что-то как-то это. Что-то как-то тухловато, ребят. Прям очень тухло. Стопка бумаги, ну возьмем, конечно. Канистра с горючкой. Еще бы. Еще бы не взять такие плюшки. Ну, котелки у нас есть. Я не думаю, что есть смысл брать их еще. А вот это уже интересно. А вот это уже хорошо. Немного еды не помешает. Банки пустые. Бумаги. Ну, бумаги возьмем. Это все нужно обязательно. Колесо. Колесо, колесо. Ну, здесь, походу, все, guys. Под полками нич... Нет, что-то завалялось. Вижу, вижу. Ага. Не-не-не, вы меня не налюбите. Я-то уже птица стрелянная. Радио нам нафиг не надо. Бумажку возьмем, естественно. Ящичек на дрова разломаем когда-нибудь, я надеюсь. Ну же, ну же. Что еще? Что еще? Что интересненького? Дайте там что-нибудь интересненькое. Антисептик. Ну. Антисептик это просто прекрасно. Лесочка. На верстаке можно же всякие, да, можно всякие штучки делать. Это круто. Экселент. Отлично. Отлично. Пока что отлично. Кайф. Стул, древесина, стол. Опаньки. Аварийный фонарь. Вот это уже неплохо. Точильный камень возьмем. Не помню, есть ли он у нас. Ну и теперь надо немножечко поползать. В поисках, во-первых, куснях. Во-вторых, не знаю, там оружие. Хотя оружие, по-моему, на турбазе никогда не попадается. Как не крутите. Ну все. На этом все. Урус. Ну что, ребят, какие мысли? Надо разгрузиться. Надо разгрузиться. Разгрузиться хочу в ящичек, чтобы не на пол, типа, знаете. Вот прям все сейчас в ящик слить. И по Шурику. Прям по Шурику. Сбегать на озеро, где находятся эти, ну, всякие книжечка. Где находятся вот такие палатки рыбака, рыбацкие такие палаточки. Обязательно надо будет туда сгонять. Но сначала немножко подразгрузим вес. У нас аж 48 килограмм. Я не понимаю, что так до хрена весит. Во-первых, консервные ножи. Во-вторых, металлолом давайте скинем. Оно нам ни к чему, это все дело. Ну, по крайней мере, на данный момент. Кишочки кролика. Тоже скидываем. Пока. Топор оставляем. Топор нужен, знаете ли. Нужен топор. Уголь, наверное, тоже сбросим сюда. Пусть полежит, пока подождет своего звездного часа. Поношенные штаны. Потрепанные штаны карга. Давайте тоже выбросим. Блин, мы, короче, ни хрена не сбросили, да? Ну, давайте скидывать жрачку. Ладно, баллончик с краской пусть будет пока. Кора. Два килограмма вода. Да у нас тут, собственно, все легкое. Штаны напялены на... А, вот. Вот. Ну, хотя здесь два с половиной кило всего лишь. Камень семь штук. Но весит килограмм, типа. Ну, это немного. Блин, ребят, что хавает место. Ну, безусловно, наверное, топор и ружье прежде всего. Так вот, это тоже килограммчик весит. Ружье, да, 4 килограмма аж. Давайте еще консервы сбросим. Давайте сбросим мешок. Антисептик. Да, антисептик нехило так весит. Э-э-эм. Уже не вмещается, да? Как мы со всем этим пойдем обратно? Ну, я все-таки приму решение оставить... Блин. Это сложное решение. Ну, придется, придется оставить... Так, подождите. А что там по дровам кста? Вот это-то надо слить. Ну, вот. Ну, вот. 27 палок. Ну, куда нам столько? Да все, наверное, закинем. Возьмем отсюда буквально там... Ну, вот так вот. Найс-31. Ну, еще чего-нибудь бы слить. Антисептик нет, я оставлю на всякий случай. Так, вот эти перчаточки. Что там на нас не надето? Вот это. Вот это. Вот. Вот. Уже как бы совсем другой разговор. Морские фаршфейеры. И банки. Угу. Топливо для фонаря. Давайте тоже оставим. Пока ни к чему, я считаю. 29 килограмм уже. Так, блин, полкило весит этот баллончик с краской. Он не вылазит. Ладно, все, хорош, в принципе. Нормально, достойно, я считаю. Немножко разгрузились мы. Это радует. Давайте быстренько сейчас гоним на озеро. Обшаривать что там и что. Что там и как. Тем временем у нас тут небольшой снегопад. Слава богу, без ветра, без вьюги, без метелей, без буранов. Вроде все тихо. Давайте по Шурику. Угу. Нормально. Все бегут, 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 и я бегу. Блин, он как будто, я не знаю, коронавирусом переболел. Так дышит прям. Ну, вроде тихо. Блин, реально фартит, фартит на отсутствие... Не знаю, что там. Возможно, даже волк. Все бегут, 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 бегут. Печка-буржуйка. Ну, уголек, естественно, мы берем. Топорик. Неплохо, неплохо, неплохо. Набор для шитья, естественно, наш. Пусто. 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 Ну, водичку возьмем, почему нет? Печка-буржуйка. Прорубь. Ничего. Вижу оленя. Справа. Можно, кстати, поохотиться. У нас для этого есть все... Все инструменты, если можно так сказать. О. Ткань. Ну, пусть будет, почему нет? Погуби. Угу. Неплохо, неплохо. Древесный уголь возьмем. Он нам прям очень нужен. Блин, сильный снегопад. Я прям боюсь уходить. Спокойно, спокойно. Попробуем, пацаны, попробуем. Так, так, не дышать, не дышать. Отличный выстрел. Я бы даже сказал, восхитительный. Ребят, ну это, 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 это 10 из 10. Это 10, это, это, это 100 из 10. Отлично, отлично. Ну ладно, этого, этого не будем. Так, свяжу им. Топором. Мясо, 8, 8 килограмм мяса, ребята. Ребята. Правда, мерзнуть мы начали. Ох, это я зря, конечно, так сделал. Ну ладно, мы все забрали. Разделка ту шумелый. Ружейная гильза, ну возьмем. Почему нет? Там же, наверное, можно патроны делать. Feels like a lot of gear. Угу, тем, тем, тем временем метель. Потихоньку идем, потихонечку идем. Нормально, нормально. Главное сюда вернуться. Ну, в принципе, по правому берегу. Возле... Дальней будки. Так, ну на этого уже не нападаем. Нормально, дядь. Не это самое. Не машни. Хотя, конечно, хреново это все. Может закончиться. Давайте-ка похаваем. У него хоть силы какие-то появятся. Что у нас тут спорченное? 33% вот пойдет. Найс. И попьем. Дядь, да ты еще не замерз, поверь. Но погода портится прям сильно. Мы даже в какой-то момент согрелись. Вы видели, да? Нормально, нормально. Давай, ты же мужик, терпи. Ох, как бы меня опять жадность не сгубила, а? Ребят, ну такое уже было. Я это помню. Плюс-минус. В первой... В первой попытке выживания в этой игре. Давай, дорогой, давай. Ты сможешь. Нет, пока никакой Тимофеевки. Пока просто добраться до дома. В принципе, полдень. И чисто теоретически, чисто теоретически, мы успеем еще раз сгонять туда. Со второго этого оленя собрать. Блин, а идти-то до хрена, ребят. Ничего, ничего. Эта серия будет называться Ходьба 2. Ну, хотя нет, блин. Все-таки здесь 100 из 10 выстрел был. Поэтому... Надо так и назвать, наверное. Ну, пока идем, а что делать. Нормально, нормально. ХП вроде не убавляется. Да, хочется жрать. Персонаж промерз, но... В целом, в общем, все неплохо. В целом, и в общем, показатели в норме. Еще бы не нарваться на этих... На каких-нибудь волков. Тоже было бы прям очень хорошо. Не хотелось бы стать их жертвой. У нас столько мяса, блин, на нас. Сколько, кстати? 42 кило. Да. Давай, дяденька, давай. Ты все сможешь, я уверен. Ты могуч. Давай. Давай. Ну, здесь вариантов нет. Конечно же, мы это мясо обратно не понесем. Будем хавать его здесь, безусловно. А вот всякие консервы, там, баночки, напитки. Вот это есть смысл тащить в Милтон обратно. Ну, либо оставлять здесь, как, типа, на перевалочной базе, но... Ну, хзы, такое, по-моему. Лучше, по-моему, перенести все. Все захватить с собой. Ну, и на ГЭС, на ГЭС не хочется мне идти. Еще раз повторюсь, я уже говорил в прошлой серии, но ничего полезного я там не находил, абсолютно. Какой-то бред просто. Силы кобылы, всякие металлические запчасти и прочая хрень. Единственное, там по ботинкам неплохо бывает, ну и по одежде в целом. И все, по-моему, больше там ничего нет. Но, опять же, я могу ошибаться. Да и вообще, как бы, ну, имхо. Ну вот, теплеть начало, отлично. Ну вот, видишь, дядя, ты боялся. А мы все как грамотно провернули, а? Сейчас быстренько разгрузимся. Надо еще раз сбегать. Надо еще раз сбегать, парни. Мясо пока вот сюда выкинем. Мясо. Мясо. А вот шкурку занесем. Шкурку надо занести. Ну и, в принципе, тимофеевкой можно перекус сделать. Отлично. Шкурка, шкурка, шкурка. Пусть сушится. Кишочки тоже. Ткань. Мох. Два топора. Ладно, топоры пусть будут пока при мне. Блин, жалко, что ящики все забиты. Ладно, сейчас разберемся. Это не проблема. Да, придется вот сюда, наверное, спихивать все это дело. Хотя, стоп, там же есть наверху. Ну, просто я, Витя, я страдаю, блин. Шизофрения. Мне надо, чтобы все в ящике было. Не хочу, и чтобы, ну, плюс-минус в одном месте это все лежало. Не хочу, как попало, чтобы. Не хочу, чтобы было. Не хочу, чтобы был бардак. Тихо, тихо, не зевай. Еще рано зевать. Гильзу тоже. Хотя она ничего и не весит. Тащим-то. Здесь, 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 здесь. Давайте воду скину. Ну, хотя, блин, 14%, ну, че, смеяться-то я ее даже не понесу на... В бабки к Милтон... В Милтон. Глупость какая-то. Э-э-эм. Мг. Муик. Че он там трындит? Книги можно все это сбагрить, я считаю. Они прям до хрена весят. Надо побольше скинуть, чтобы не тащить на себе это все. Но, опять же, побольше скинуть как? Ружье я, например, хрен отдам. Вдруг волки или вдруг мы еще одного оленя подстрелим. Сами понимаете. Топор один я и так уже скинул. Ну, батончики вот эти можно сбагрить. Шиповника аж целых 43 штуки. Точильный камень тоже пока нафиг не нужен. Давайте сбагрим. Угу. Кань тоже нафиг не нужна пока что. 24 килом. Что еще? Что еще? Давайте мох. Ну, перо нет смысла, как бы сливать. Так, наборы для шитья. Почему бы и нет? Так, консервный нож тоже убираем. Нафиг не нужен пока что. 14, но это мы выпьем. Ну все, хорош, погнали. Есть хочет. Давай покушай, покушай, дорогой. По Шурику подкрепись. Тимофеевкой. Хорошую еду я тебе пока не даю. Хотя ты ее заслужил, безусловно. Так, хорошо. Хорошо. Погода шепчет. Погода шепчет. Займи и выпей. Собираем Тимофеевку. Да, 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 да. Вот за этим поворотом еще один олень. Ну, почти за этим поворотом. Нормально. Усталости нет. Он не мерзнет. Ну да, немножко хочет пить, но это все уже мелочи жизни. Сегодня мы отведаем мясо. Вкуснейшего. Просто супер. Давай, 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 давай. Сейчас будьте еда. Там огромная туша лежит, которую надо разделать и... Тащить в наше логово. Перед этим, кстати, не помешало бы похавать. Давай, давай, быстрее жри. Пока соберешь, пока пожрешь. Нет. Хавай, хавай, дорогой. Кушай, кушай. Набираемся сил. То сейчас разделка туши, она тоже не 5 минут длится. Естественно, персонаж явно проголодается очень жестко. Можно еще одного подстрелить. Я смотрю. Похавай, похавай. Попушай. Угу. Ну, пока что нам везет. Все неплохо складывается, ребят. Серьезно. Прям. Прям очень даже хорошо. Хорошо. Так. Ага. Ну, топором, естественно. Нечего... В смысле? Это что, первый, что ли? А-а-а... Подождите. Подождите. А где второй? В смысле? А-а-а... Блин, я... Сорян, сорян, пацаны. Я сам Вася, блин. Во! Вот теперь давай, поехали. Риск растяжения. Ничего страшного. Ой-ой-ой-ой. Вот это уже страшно, ребят. Так. Собраны кишки. Риск растяжения. Хочет спать. Хочет есть. Но, в целом, и в общем, нормально. Не брошу. Не брошу его. Пойду до Талова. Дома отдохнет. Ничего страшного. Почилит дома. Ну, хотя похавать надо, конечно. Это не дело, когда герой голодный. Давай еще. Скушай. Ему бы сейчас какой-нибудь энергетический батончик, чтобы он немного зарядился энергией, а то он, бедный, засыпает. Но ничего-ничего. Мы через такое проходили, как говорится. Ну, и, естественно, еще бы... Было бы неплохо не встретить волков. Ну, вроде... Нет, нет. Слабо. Слабо у него с прицелом. Потому что... Потому что он устал. Прям слабовато. Целиться будет хреново. Ну, ничего. Блин. У нас ружье. Будем отбиваться топором. Там, ножом. Как всегда. Да, безусловно. Изорвет одежду опять волчара поганый. Кожу подерет. Надо будет использовать антисептик. Бинты. Которых нет, кстати. Их надо из мха еще скрафтить. Или я скрафтил. Не помню. Надо будет посмотреть. Разобраться немножко с инвентарем. Так или иначе. Давай соберем. Найс. Ну да. Уже как бы дело так ночи близится. Но мы дойдем, естественно. Дошли в первый раз. И в этот раз дойдем. Двух оленей, ребят. Двух оленей. Согласитесь, что это неплохо. Это просто прекрасно. Здесь еще... Если мне не изменяет память, здесь можно сделать сумку дополнительную. Только вот я не помню. То ли она делается из оленя. Ну, из оленей шкуры. То ли она делается из медвежьей шкуры. Нет. По-моему, из медвежьей шкуры все-таки делается это. Крафтится какая-то лютая одежда. Которая в любой мороз, в любую метель сохраняет тепло. И персонаж просто имбовым становится по отношению к морозу. А вот как раз из оленей шкур, по-моему, делается дополнительная сумка. И таким образом увеличивается переносимый вес. Ну, а если увеличивается переносимый вес, то... То тогда что? Тогда мы сможем весь тот скарб, который мы накопили, все те наши сокровища, которые мы нашли по дороге сюда. И здесь непосредственно на загадочном озере. И которые мы еще найдем, потому что нам надо будет сходить на вышку. За железкой она находится. Опять же, если мне память не изменяет. Она ведь на этой локации. Ну, найдем. В светлую погоду ее должно быть видно даже, по идее. Не на разрушенную вышку, а на... Ну, вот, которая там... Не повреждена, так сказать. Там тоже может быть очень много интересного, в том числе и топоры, и ножи, и даже оружие. В общем... В общем, есть к чему стремиться, ребят. Мотивация просто огонь. Загадочное озеро, замечательная локация. Ну, я имею в виду по луту. Ну, и домик охотника, замечательная локация, но на домике охотника мы были. Смысла не вижу. Еще бы, наверное, знаете, здесь неплохой фишкой было бы то, что... Ну, если бы волки могли воровать у вас мясо. Я считаю, что это было бы как-то, ну, типа, канонично, что ли. Давайте, наверное, вот это оставим. Хотя, ладно, это тоже скинем. И к чему оно нам сейчас. Заходим. Заходим, раскидываем шкурки. Блин, что ж так темно-то. Сейчас как раз посмотрим, что почем там относительно... Уголечек. Что почем относительно дополнительной сумки. Угу. Стопка бумаги. Нет, давайте из газетки. Да, вот так. Ну, я думаю, проблем с костром не будет никаких. Да, как, как, в общем-то, и с дровами. Можно просто здесь разламывать ящики, столы, стулья. Ну, что за говно, дядя. Дядя, дядя, что ж ты так обосрался-то, жидко. Давай из бумаги попробуем. Давай, родной, давай, 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 давай. Все, все получится. Ну же. Я с тобой всецело. Пальчики скрестил даже. На обеих руках и даже на ноге. И даже 21 палец крестом поставил. Отлично, отлично. Именно 21 пальца это и не хватало. Эээ, стрельба. Нет. Подкинем палочку. 11 минут будет гореть. Давайте. До 36 минут. и котелок поднять. Готовить мяско. Готовить мяско. 57-56 минут, соответственно. Сейчас, ребят. Ящичек. 8 минут, отлично. Всего лишь 8 минут на разлом. Но он древесинку типа подобрал, да, с него. Вот ее-то мы и закинем. Вот так хорошо. 54 минуты будет гореть. Еще бы что-нибудь разломать. Свет. Нам нужен свет. Деревянные, картонные. Блин, было бы неплохо все-таки, если бы 38 минут. Ладно, давай. Вади не сдохнем уж. Да ешкино уж. Понятно. Не может он. Ну давайте возьмем что-нибудь здесь. У нас же дрова-то есть. Еще как бы это. Канифолить-то. Так, кишки надо будет подсушить. Кстати, я не разложил кишочки. Так, свежая шкурка. Так, в этом ящике ничего. Вот, древесина. Отлично. Этого должно хватить пока что. Надо будет еще древесину наколоть. Из всяких там стульев и прочего, и прочего. Ну давай вот так. До готовности 3 минуты и 4 минуты соответственно. Отлично. Печь будет гореть 2 часа 25 минут. Ну кайф, ребят. Вот это мне нравится. Вот эта вот атмосфера в этой игре. Посмотрите, какая красота. Сидим, пердим у теплого очага и сейчас будем кушать вкусную оленину. Так, сразу же жрем. Вот. Вот это питательно. Хавай давай. Сейчас попьешь воды. Вот. Вот это хорошо. И, 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 и. Попить воды. Попить воды надо обязательно. Водички бахнем. Ну все. Теперь мы заряжены. Воды надо будет еще натопить. Кстати. Стол. Да давайте разломаем час. Час 30 минут. Блин, и калорий столько уйдет на это. А починкой он сейчас сможет заняться вообще? ткани нет. Давайте воды топить. А что делать-то? Котелок. Стоп, 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 стоп. Это не то. Вода. 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 Два литра готовить. Ну, два литра, в принципе, достаточно. Ну, давайте еще. Нет. Хотя, в пень. Снег для расплавления. Два часа еще. Пойдемте, сходим вниз. Возьмем еще кусочек оленины. Блин, надо же еще шкурки раскинуть. Я забыл. Где тут выход-то? Так. Ну, возьмем. Угу. Еще кусочек оленины приготовим. Но все-таки, что у нас там? Зря, что ли, горит костер? Блин, давай еще. Зажигай, зажигай, дядя! Шкурок здесь никаких не осталось у нас? Нет, вроде бы нету. Этого тоже нету, фонаря. Здесь, так, топливо для фонаря вижу. Нет, шкурок здесь тоже нет. Найс, ладно. Тумбочка. Смотрим, что здесь. Так, а мы фонарь, видимо, просто не подобрали, да? Судя по всему, да, он остался внизу. Ладно, хрен с ним. Угу. Ячейка для готовки. Готовим кусок мяса. 57 минут. Печка еще будет почти 2 часа гореть. Быстро бежим за фонарем. Ну, спички уж че уж сжечь-то. Че уж совсем-то, блин, дикостью заниматься. Фонарь на верстаке был. Да, вот он. Отлично. Да, блин, нет, нет. Аварийный фонарь взять. Крючок взять. Фонарь. Да, блин. В фонаре даже еще топливо есть немного. Это радует, конечно. Древесинка. Тут больше ничего нет. Да, мы, видимо, все абсолютно собрали. Ну, теперь у нас есть свет, по крайней мере. Что тоже неплохо. Надо будет сейчас заправить фонарик. Угу, очень хорошо. А тут у нас что? Бумажечка лежит? Нет, ее нельзя подобрать. Так, стоп, а это что такое? Обезболивающее. Вот замечательно. Записка в пень дырявой. Ткань. 9 минут. Давайте разломаем. Угу. Ничего не обнаружилось. Спальничек стоит. Хорошо. Это хорошо. Фонарик, фонарик, фонарик. Как его заправить-то вообще? Я уже не помню, блин. Таких нюансов. Я снова забыл кишки выбросить. Я даже не вижу его. Труд, повязки, всякая хрень. Может, надо выбрать просто эту? Заправку для фонаря. Сейчас я кугайс. Для разведения огня нет. Это не то. Вот оно, оно. Нет, здесь только бросить можно. Странно, блин. Может, теперь он заправится? Ну-ка. Стопэ. То я сейчас снова все забуду. До готовности 15 минут. Сейчас мы все выбросим. То, что необходимо. Фонарь. Вот. Действие. Отлично. Запас топлива. Угу. Ну, ремонтировать я его не буду. Заправляем. Вот. Вот теперь хорошо. Вот теперь выбрасываем всякие шкуры и прочую, и прочую нечисть. Кишочки, например. Угу. Угу. Хорошо. Эта ткань, это мы уже оставляем себе. Отлично. До закипания 50 минут. Оленина еще 5 минут. И здесь получается, печь для дров будет гореть 54 минуты. Очень хорошо. То есть водичка, водичка у нас будет утром готова. А нам сейчас остается столько. Ну, хотя, блин, давайте подбросим. Добавить топливо. Хотя-то зачем? Я просто вот думаю, от того, что костер горит, оно же все это быстрее сохнет или нет? Или это вообще никак не влияет там? Хаваем. Ешь. Ну, мы сегодня очень плотно покушали. Мы прекрасно поужинали. Теперь пора и поспать. Хорошенько выспаться. Да, ребят. Я надеюсь, мы не траванулись олениной и проснемся нормально, да? Риск обморожения вылечено, риск растяжения вылечено. Отлично. Вода вскипячена. Просушена. Ну да, что-то здесь... Так, тихо, дядь. Сейчас все и попьешь, и поедешь. Ну, хотя есть тебе не надо пока еще. Кушать тебе еще рано. Отлично. А, теперь бы мне хотелось как раз узнать по... По верстаку. Растворитель пней. Верстак для создания. Варежки. Варежки, варежки. Повязка. Вот повязку мы можем крафтануть, кстати. И крафтится она буквально из ткани. А не из этой... Не из мха. Ладно, крафтим. Почему нет? Блин, достаточно. Хотя нет, 10 минут всего лишь. Или мы так долго спали? Плащ из лосиной шкуры. Патрон для револьвера. Ну, здесь дохренища надо. Обувь из оленей кожи. А, наконечник стрелы. Капкан. Крючок. Леска. Повязка. Медвежья шуба. Вот оно. Вот оно. Высушенная шкура черного медведя. Две надо. Вот это типа имба, пацаны. Вот это типа имба. Ну, а вот сумка. Стоп, я видел. Я видел сумку только что. Подождите, ребят. Самодельный топ. Вот, сумка из лосиной шкуры. Простая сумка из лосиной шкуры облегчает ношу уставшему путнику. А, так тут всего-то нужно. Одна высушенная лосиная шкура и двое кишок и верстак. У нас это все есть. Набор для шитья тоже есть. 20 часов он это будет делать. Охренеть. Хорошо. Хорошо. Меня это радует, ребят. Меня это радует. Куда? Куда? Куда зайти? А зайти нам надо изученность мира, журнал дня. Нет, это все фигня. В книги. В книги нам надо зайти. Или мы их все выкинули? Стрельба. Изучение завершено. Хорошо. Да, по ходу дела мы книги-то слили. Давайте посмотрим. Книжки нужно читать. Дикая кухня. Возьмем. Возьмем. Это просто книга на растопку. Это что? Разделка туши. Возьмем. Давайте теперь посмотрим, что там у нас по книгам. Изучение завершено. Изучение завершено. Вот. Давай. Давай три часа. Изучаем. Неплохо. Но мы более чем с пользой проводим время. М-м-м. М-м-м. Еще. Все, по ходу. Он устал изучать. Устал учиться. Давайте водички хлебнем. Кайф. Ну, слушайте, оно, кажется, сушится все-таки. Даже без всякого костра. Да, но вот только вопрос с костром, оно быстрее или не? Изучение завершено. Так, использовать. Еще три часа. Грнеды и цин. Все, по ходу дела, да? По тушкам мы закончили изучение, правильно? Нет, еще не закончили. А здесь изучение завершено. Ну, все. Книг тащим-то не осталось. Кровать, подушка свежая. Печь для дров. Оп. Разжечь огонь. Давай, труд получается. И... Дикая кухня. Это мы точно изучили. Взять древесный уголь, во-первых. Мы как-то с углем все время обсираемся. Труд. Ну, вот дикая кухня. Давай. Разводи. Сейчас надо опять похавать будет. Слава богу, жратва теперь есть. Давай-давай-давай. Нормально, нормально все будет. Разводи, разводи. Затопляй буржуйчку, знаете ли. Найс, отлично, отлично. Добавить топливо. Древесина есть. Добавим. Сколько там? 47 минут. Ну, маловато. Взять. Котелок поднять. 47 минут. Маловато, маловато. Угу. Ну, ящики же он недолго разделывает, правда ведь? 48 минут. Давай, разломаем. Во. Совсем другое дело. Сколько на стул времени? Один час. Не, это уже до хрена. Эм. Угу. Угу. Один кусочек маленький попался совсем. Ящички есть еще. Стул прям очень много времени уходит. Давайте два котелка поставим сейчас с водой. На всякий пожарный опять же. Ящиков больше. А, колесо вон есть еще. Давайте попробуем колесо разломать. Сколько оно будет? 38 минут. Не, долго. Погнали. Сейчас подкинем то, что у нас было. Собственно. Добавить топливо. Добавить. Ну и давайте палку закинем одну. Ячейка для готовки. Ну, естественно. Килограммчик. Так. Здесь тоже килограммчик. Так, 57-55. Костер будет гореть 59. Отлично. Ну, надо что-то разломать, ребят. Надо что-то разломать. Сколько он стол там будет разломать? 38 минут. Ну, ломаем че. Жалко, что фонарь уходит на это. Уже ушел, вернее. Добавляемся. Добавляемся. Древесинка. Добавить. Ну, давай еще. Вот так. Хорошо. До готовности 11. Здесь 12. Печь для дров. Заправлять фонарь, я так понимаю, уже нечем. Вообще у нас был этот... Нет, мы не... У вас нет масла для ламп. Да нет, масло для ламп-то у нас как раз есть... Ну, по крайней мере, было. Не, оно есть. Оно стопудово есть. Просто его здесь нет. Оно было. Было, было. Было, 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 было. Прошло 4 минуты, 5 минут. Хорошо. Шкурки сушатся. Замечательно. Кишочки сушатся. Все прекрасно в этом мире. Все чудесно просто. Сейчас покушаем. Буквально через 2-3 минуты. Давайте пока водички сразу бахнем. Так, отлично. Едим. Едим. Хорошо. Нет, здесь мы не готовим. Назад. Вода. В котелке. Да. Готовить. Один час до расплавления. Готовить. Один час, две минуты. Да. Надо еще добавить. Древесина. Добавить топливо. Ну и типа дикую кухню, наверное. Давайте. Вкинем. Во. Найс. Теперь должен... Теперь точно должно как бы это. Все окей. Ну и уже ночь глубокая. Давайте байки. Хорошенечко выспимся. Сон. Здоровый сон. Сон. Ну да. Что-то мы рановато поднялись. Ё-моё. А что кишки-то не сушатся ни хрена? Капец. Полная темень. Он сейчас, наверное, откажется чинить одежду. Почему? Набора шитья типа нет или чё? В чем проблема? Или света нет? Я думаю, что все-таки света нет. Хотя набора шитья тоже нет. Картонные спички. Найс. Где мы, блин? Где я? Помогите. Ну все. Набор шитья есть. Давай попробуем починиться. Но мне кажется, вряд ли он сейчас забугуртит, что типа... Ремонт. Что типа света нет. Да. Ну и чё делать, блин? Я вообще не вижу чё. Где я вообще? И как я сюда попал? Самое главное. Нет. Спать он не хочет. А ждать это 112 калорий нафиг. В два раза больше, чем если бы мы просто поспали. Такое себе. Не хотелось бы тратить на это. Калории? Ну да, чё делаешь. Придется подождать. Нам бы хоть чуть-чуть расцвело бы. Мы бы занялись починкой одежды. Ву-у-у. Рассвело. Хорошо. Хорошо. Сто процентов. Назад. Водички, пожалуйста. Хавать он пока не хочет. Давайте дальше чиниться. Не, вот эта вещь, по-моему, лучше, да? Поношенный длинный шерстяной шарф. Здоровье. Хотя нет, чё я? Я гоню, пацаны. Просто носить. Просто это. Поношенная балаклава, ее надо починить. И все будет хорошо. Ну, естественно, чинимся. Очень замечательно. Приличный матросский бушлат. Чиним. Кань 2. Должна быть ткань у нас. Ее дохренища было. Да. Все, берем. Продолжаем починку. Бушлата. Матросского. Ремонт. Погнали. Полтора часа на починку. Офигеть. Чё, я обосрался, что ли? Ремонт. Погнали. Воу. Вот это хорошо. Новая походная парка. Нормально с ней все. Здесь тоже все окей. Здесь тоже плюс-минус пойдет. Варежки. Давайте починим. Варежки, варежки. Кайф. Принадлежности. Такого типа одежды нет. Джинс как джинс. Подождите-ка, ребят. Подождите. По поводу джинс и всего остального. У нас ведь это... Мы кое-что подобрали. Так, давайте допустим вот это, да. Вот это. Вот это. Ну и все пока что. Куда я поперся-то? Воу. Вот видите, вот эта хрень лучше. Так, вот это джинсы. А это вот эта хрень. Давайте, во-первых, носить. Во-вторых, чинить. Ремонт. Отлично. Теперь это. Это получше. Не на много, совсем на чуть-чуть. Наверное, здесь я все-таки вот это одену. 77 процентов. Ну, давайте починим. Почему нет? Чиниться так уж чиниться. Потому что волчара нас нехило так потрепал. Здесь, ладно, 78 пойдет еще. Носки. Ботинки. Да, высушенной кожи у нас нет, к сожалению. А надо бы. Ботинки вроде бы тоже были. Сейчас, guys. Так, варежки еще одни. Вот эту хрень давайте посмотрим, что это вообще такое. Что оно из себя представляет. Да, вот они, ботинки. Ну, посмотрим. Здесь. Это хуже. Понял. Вот, принадлежности можно одеть. Давайте, почему нет. Отремонтируем. Ну, типа, все равно это дополнительная защита от холода. И я надеюсь, что это дополнительная защита от дикого зверя. Да, блин. Не починил, говнюк. Стоп, еще ботинки надо проверить. Не-не-не, это говно, а не ботинки. Давайте их вообще выкинем. Разделаем их на этот. На ткань. Ну, смысла нет у них. Они хуже. Они объективно хуже. Хотя. В чем-то хуже, в чем-то лучше, да. Здесь, ну, блин, это почти на градус температуры дает. И защиту от ветра почти на градус. Но зато во всем остальном они лучше. Не, давайте, короче. Нет, не хочу ремонт. Высушенная кожа, кстати, с них упадет сейчас. Таким образом можно будет отремонтировать эти ботинки. Ткань-то есть хоть? Ткани, походу, дела нет, ребят. Да. Ладно, ткань это не проблема. Есть всякие коврики и прочее дерьмо. Разломать. Отлично. Водички. Вот, теперь попробуем починить ботинки. Может, вот этим набором для шитья? Ну, типа, стопроцентным. Починил, починил. Они стали лучше. Хорошо. Это хорошо. По варежкам. Ну, вот еще одна выс... Нет, стоп. Действия собрать. С них тоже будет высушенная кожа. Разломать. Угу. Че там, долго он будет разламывать? О-о-о-о. Полтора часа. Это неплохо. Хорошо. 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 На улочке опять снег. Взять. Взять. Мы какие куски-то вообще отхапали там? Жирные, хоть я надеюсь. Давайте еще глянем. Где еда? Нормально. У нас еще маленький кусочек был. Разобрали, короче, всю администрацию турбаза на эти... На дрова, блин. Ну, давай, давай, дядь. Беги быстрее. Разводить уже. Возьмем. Возьмем. Котелок возьмем. Возьмем. Ну, и вот теперь можно уже. Древесный уголь возьмем. Вот, теперь давайте разводиться. Стопка бумаги. Да, вполне. Почему нет? Стрельбу. Разводимся. Сейчас приготовим хавать. Пока туда-сюда. Пока водичку вскипятим. Пока поедим. И уже, в общем-то, ночь. Сегодня мы целый день занимались тем, что ремонтировали одежду. Подшивали. Штопали. Ну, и так далее. И это тоже вещь очень нужная, безусловно. Починка одежды необходима. Ну, вот так, я думаю. Хотя нет, даже этого мало. Давайте еще скинем. Так. Ну, пока так. Пока так. Мясо. Мясо. Маленький кусочек. И кусочек побольше. Этот уже через 14 минут у нас сварится. Хорошо. Водички бахни. Такой неспешный геймплей. Мне уже начинает нравиться. Знаете, без вот этого экшона. Без всего вот этого, что типа. А, быстрее, быстрее. Надо там достать то. Надо достать это. Надо быстрее пожрать. Надо попить. Надо быстрее перебинтоваться. Ну, и все в таком духе, короче. Так, тем временем, давайте посмотрим, что у нас тут. А, нет. Повязку из старого висячего мха тоже можно делать. Отлично. Это хорошо. Ну, нам, конечно, прежде всего нужна вот эта штука. Высушенная лосиная шкура. Слушайте, а это лось был или олень? Олень. Блин, так лося-то нет, ёптать. Ха-ха-ха. Мы, короче, такие. Олень, олень. Олень. Везде олени, ёптать. Лося-то нет. Киардык. Ну, не видать нам. Не видать нам ничего хорошего, короче. Так, хавай. Я-то думал, мы сейчас замутим сумку. Модную. Стильную. Молодежную. А как выяснилось, мы хрен собачий замутили. Воды. Э-э-э-э-э-э-э. Обидно. Блин, обидно на самом деле. Ну, как так-то? кишки олени 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 ай че че из оленя ничего нельзя сделать что ли или че или как можно сделать обувь из оленя шапкой скрой штаны можно из оленя сделать но я надеюсь они какие-нибудь и лютые хотя ну хотя их из и лютые они или нет но такое такое чё-то как-то это 31 минуты готовности чё-то как-то прям при я прям расстроен даже я вам так скажу прям очень расстроен я-то думал сейчас будет сумка и соответственно будет дополнительный вес который мы можем переносить а в итоге хрен собачий вам они сумка и дополнительный вес обидно ребят обидно 4 литра воды куда нам столько 24 минута можно удочку крафтануть кстати ну-ка вот делает попробуем рыбки половить значит отлично отлично это значит что это значит что мы половим рыбки ребят хорошо хорошо ну хоть какая-то радостная новость на мы разнообразим свой рацион рыбой до расплавления 29 минут это будет гореть еще один час но и до закипания там наверно еще около часа будет 5 минут давай давай родная давай давай есть охота ё-моё да и спать уже пора наверно хотя нет спать на рановато еще а то опять проснемся ночью и что же мы так обосрались то с с кожей обидно пацаны едим сразу же едим и закидываем сюда последний кусочек 57 минут до готовности печь будет гореть один час хорошо подушка давайте пока разломаем до расплавление 8 минут здесь 44 есть чем типа подушки то я просто хочу да блин я просто хочу немножко это время убить чтобы потянуть время и не ложится очень рано спать 58 минут это приготовиться через 53 отлично но в принципе будет и вода и оленя и оленя и вода будет хорошо чуть еще можно разломать здесь по ходу дела нет до спать вроде как рано еще давайте воды попьем что хоть хоть две минуты убить блин 25 минут закипания 47 печка 52 хорошо ладно давайте я думаю баеньки все хорош на сегодня давайте нормальный здоровый сон 12 часов более чем достаточно на завтрак у нас оленина и вода все в лучших традициях выживания вы проснулись полностью отдохнув хорошо уже рассвет ладно ребят на сегодня достаточно ну все неплохо классная охота замечательно прекрасный лут отлично провели время за шитьем и починкой одежды но расстроил тот факт что подстрелили там и оленя а надо было лося я знаете я короче я даже что-то не одупляю чем они отличаются ну лось крупнее наверное ладно не суть разберемся ребят вам огромное спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайк дизлайк зависимости от того понравилось вам это видео или нет ну и конечно же конечно же оставляйте свои комментарии я с удовольствием их почитаю за сим все всем удачи пока и до скорого